Поехав из Москвы, этот грузовик преодолел Уральские горы, Сибирские ухабы, Дальневосточное бездорожье. 9 тысяч километров за месяц. Ехал по весенней распутице, пересекал пролив на пароме, чтобы доставить на остров Сахалин 30 колоколов и подарить голос новому кафедральному собору Рождества Христова. Его возводят в Южно-Сахалинске. Мне очень приятно, что колокола, которые будут висеть у нас на соборе, проехали по многим городам и весям нашей страны. И во многих городах были именно колокольные концерты. Устроены. Москва, Чебоксары, Казань, Красноярск, Благовещенск. Через два десятка городов проехали колокола, оглашая страну малиновым звоном. Акция направлена на единение православного народа. Стать на несколько минут звонарем мог любой желающий. Во время каждой остановки мастера Международного центра колокольного искусства под руководством Андрея Дичкова давали открытые уроки. В Чебоксарах переносную звонницу установили в храме новомучеников и исповедников российских. Прихожане выстроились в очередь. Первый раз взяла за веревочку звонить колоколу. Первый раз в жизни. Сердце трепещет. Большое волнение. Радость. Радость большая. Плакать хочется. На таких колоколах, говорят мастера, можно играть даже произведение Рахманинова. Рецепт мелодичного звона 20% олова и 80% меди. Самый большой колокол 6,5 тонн отливали в Москве, а средние маленькие в Ярославской области. Есть совершенно уникальные колокола для курантов. Они по свету похожи на московские, но отличаются музыкально. Подточены точно в тонн. И будут установлены на часах-курантах. И каждый час будет отбивать какая-то мелодия на них. На русских колоколах это редко очень делается, поэтому это будет уникальный такой случай. Обретение колоколов, которые на Руси всегда считались воплощением русского духа для Южно-Сахалинска, как символ надежды. Ведь город еще до конца не оправился от трагедии 9 февраля, когда в главном храме в Воскресенском сотрудник охранного предприятия открыл стрельбу по прихожанам. Тогда погибли два человека. Новый кафедральный собор Рождества Христова достроен только к 2015 году. Однако звонница появится уже через месяц.